Друзья, добрый день! Давайте с вами сейчас рассмотрим более подробно маркетинг-план, потому что знание маркетинг-плана – это основополагающие знания для того, чтобы начать бизнес. Зная маркетинг-план в деталях и как его, скажем, этапы работают одновременно в сети, позволяет вам рассчитывать бонусы, позволяет вам легко отстраивать его от всех маркетингов, которые присутствуют на рынке, ну и, конечно же, показывает путь, куда можно дойти и за счет чего вы туда можете дойти. Итак, введем такое понятие как условная единица или балл, который имеет каждый продукт. Что это такое? Одна единица – это себестоимость товара. Это тот номинал, с которого компания выплачивает деньги в сеть. И если брать Greenweight, то чтобы стать партнером компании после регистрации, вам предлагают активироваться на 50 баллов, то есть выбрать для себя из всего ассортимента тот товар, который вам нужен. 50 баллов – это условия получения чека, и это уровень, после которого контракт за вами закрепляется, и 6 месяцев позволяет присутствовать в системе как активному партнеру. То есть если вы пришли сюда как партнер, то минимум раз в 6 месяцев, хотя об этом даже речи быть не может в бизнесе, но минимально раз в 6 месяцев вы должны показывать активность 50 баллов, чтобы сохранить этот контракт. Итак, 50 баллов – это если переводить в рубли, а вообще все нужно переводить в рубли, чтобы посмотреть товарооборот, это в среднем 4000 рублей. На каком-то товаре это 3850, на каком-то 400, ну в принципе 4000 – это средний уровень активации. Сразу вам скажу, что это средний уровень, вот в сетевом бизнесе, это средний уровень потребления или норма активации, она очень хороша здесь, она небольшая, она не маленькая. Это очень важно, то есть это тот уровень потребления, который может себе позволить в принципе среднестатистический человек. А если вы начинаете разбираться в сетевом бизнесе, то вы понимаете, что строя команды и делая предложения, у вас всегда будут люди, которые просто потребляют товар. То есть это те клиенты, которые не будут зарегистрироваться, они будут покупать товар, и будут покупать товар на ваш идентификационный номер. Поэтому это в принципе совокупные покупки вашей личной, вашего окружения, и тех людей, которые в бизнес не пришли, но им понравился товар. Это условия получения чека. Дальше, если смотреть маркетинг, в принципе, что такое маркетинг? Это некая экскалация от партнера до топ-менеджера, до топ-лидера. Отличие партнера от топ-лидера тем, ну, товарооборотами, которые создает его структура. Соответственно, поднимаясь по карьерной лестнице, человек получает разные уровни дохода, и они, ну, условно, что ли, делятся на три этапа. Первый этап – это когда ты только формируешь свою команду. То есть вы же понимаете, когда человек приходит в бизнес, у него еще нет большой команды, там еще речь не идет о третьем, четвертом, десятом и 105-м поколении, там еще речь не идет о каких-то групповых больших объемах. Там речь идет о первых шагах, которые делает каждый человек без исключения, чтобы построить свою первую линию, чтобы запустить вторую линию, чтобы научить людей, и у них пошла бы там третье поколение. То есть это момент формирования команды. И вот это очень важный момент в маркетинге, потому что здесь должно, вот это вот звено, начальное звено должно очень хорошо поддерживаться деньгами. Чем же здесь поддерживается это звено? То есть первое, что здесь есть, это бонус наставника. Бонус наставника. Значит, бонус наставника платится за первое поколение, которое формируется у любого новичка. Он так и называется, бонус наставника. Не надо его путать со стартовыми бонусами или с бонусами рекрутинга, потому что, в принципе, наша идея сформировать широкую первую линию, и чтобы в ней, если уж люди и не занимаются бизнесом, люди бы постоянно вновь и вновь обращались к своему контракту, чтобы покупали товар, потому что товар, он необходим, он интересный, он очень качественный, и он покрывает потребности большого количества людей. Вот, бонус наставника платится с баллов с первого поколения и равен 40% от баллов по курсу 35. Курс 35 – это внутренний курс компании на выплаты, вот, и рассчитывается очень просто. То есть, если под вами, например, формируется группа 5 человек, 6 человек, 1 человек, и эти люди делают какую-то активацию от 0 до 50 баллов, от 0 до 50, любую. То есть, он сделал 30 баллов или на 50 баллов, или на 20 баллов. То есть, все объемы первого поколения ежемесячно, чем бонус наставник отличается от стартового бонуса или бонуса рекрутинга? То, что каждый месяц, когда этот человек повторяет какую бы то ни было активность, от 0 до 50 баллов, с этих баллов компания начисляет вам бонус наставника. И бонус наставника рассчитывается по такой формуле 50 единиц, 50 единиц, умноженное на 40%, получается 20 условных единиц возвращается вам на внутренний счет, 20 условных единиц по внутреннему курсу компании 35 – это 700 рублей. То есть, 700 рублей за что это? Вот сразу хочу терминологию ввести, чтобы вы не путали, не за приглашенного человека, не за его активацию, а за то, что по вашей рекомендации создался товарооборот. Мы деньги получаем с созданного товарооборота. Соответственно, ваше внимание к потребителям, клиентам, которые у вас зарегистрированы, потому что потребители, наверное, это более активная просто часть процесса, а клиент тоже может иметь контракт, это менее активное. Но ваше внимание к этим людям в первом поколении оплачивается бонусом наставника. Вот так он выглядит. Соответственно, вот эта часть, если говорить языком маркетингов, это называется юни-левел, равноуровневый, то есть равный получается равного. То есть этот бонус платится независимо от квалификации. Этот бонус платится с каждого активного партнера, который к вам приходит, с товарооборота этого активного партнера. И этот бонус выплачивается раз в неделю при условии наличия вашей активности. То есть каждую среду вечером, например, за неделю у вас зашло два человека, активировали партнерское соглашение, сделали товарооборот, вам компания по 700 рублей с каждого такого активного контракта вернет бонусом наставника. Вот так он работает. Соответственно, если вам важно на этапе старта просчитать ваши выгоды и тот объем дохода, который вам нужен в этой неделе, то он очень легко рассчитывается именно бонусом наставника. Как я уже говорила, 30 встреч в неделю приведут к появлению 15 партнеров в первом поколении. 15 партнеров в первом поколении, это товарооборот 750 баллов. 750 баллов, если вы умножите на 40%, то получится 10,5 тысяч рублей. Вот так работает этот бонус. Дальше идет второй вид бонуса – групповой бонус. Групповой бонус – это бонус развития, это бонус, который увеличивает бонус наставника. То есть он дополнительно сверх платит с объема. И групповой бонус – это слово «группа». То есть когда у вас появляется уже группа. Что такое группа и с какого момента платится групповой бонус? Давайте я, наверное, нарисую выплаты, а потом покажу, как это делается. Итак, групповой бонус добавляет от 6 до 24% плюсом к бонусу наставника. И в отличие от бонуса наставника он платится со всей группы 2, 3, 4, 5 поколения. Как он работает? Как он работает? То есть первый момент – 6%. То есть я еще раз вам скажу, когда вы делаете правильное количество встреч, когда вы ориентируетесь на свою ширину, то на 6% вы можете выйти только своими усилиями, например, только своей шириной. Хотя это не является условием маркетинга, но это стратегия, по которой идти правильно. Итак, когда у вас появляется 750 баллов в группе всего, например, вы сделали 30 встреч, например, у вас, не, например, а по статистике, к вам зашло 15 человек. Это люди, которые встали на старт бизнеса, то есть у них еще тоже нет групп, но они уже зашли, и каждый находится в своем видении процесса, и каждый планирует что-то сделать. Но пока они только зашли и активировали партнерское соглашение. Они активировали, сделали по 50 баллов. То есть 50 баллов, умноженное на 15 человек, это и есть 750. Плюс ваша активность 50 единиц, это будет 800 баллов, 800 единиц. При 30 встречах у вас потенциально формируется группа 750 баллов. И компания добавляет уже с группы, со всей, с этих 750 баллов 6%. Таким образом, как работает этот бонус? Например, вы создали группу по ширине. Почему по ширине? Потому что чем шире первое поколение, тем больше всегда выплат. Во-первых, больше бонус наставника, во-вторых, и групповые бонусы на вас работают на 100%. И получается, что вот вы уже находитесь в квалификации. Это квалификация наставник первой ступени, или у нас называется S1. Вот вы в квалификации S1. Ваша группа сделала 750 баллов. У вас появляется новый партнер, ну новый партнер, или просто партнер, который делает 50 баллов. Вы с него получаете бонус наставника 40%, плюс еще 6% группового бонуса. То есть уже вот с этого объема партнера вы зарабатываете, как наставник первой ступени, 46%. Вот так работает вот этот вот механизм. И надо понимать, что групповой он платится с групп, и в группу всего может быть выделено 24%. Поэтому групповой бонус, он перераспределяется, я вам покажу как. Бонус наставника, он гарантирован без всякого распределения. Дальше что происходит? Что происходит? У вас вычленяется ключевой человек. То есть в принципе, для чего нужна ширина? Для того, чтобы появились люди, мыслящие так же, как вы, ставящие цели, как у вас, делающие действия, как у вас. Это люди ключевые. Причем ключевой человек, это не значит, что это человек, который пойдет на какие-то миллионы в месяц. Это человек, который знает свою цель. И цель у него может быть 20 тысяч, 30 тысяч, 100 тысяч. И он к этой цели идет, не просто он ее ставит, он идет, этот уровень жизни его устраивает, он включается в процесс, он обучается, и он начинает инициировать тоже систему, то есть включаться в процесс. Это ключевой человек. Но самое главное, он на старте вас слышит, и он начинает дуплицировать или повторять ваши действия. То есть вот у этого человека появляется тоже группа, он делает те же 30 встреч. По статистике, а это статистика, это категория бизнеса, да, если говорить о категориях бизнеса, то есть статистика, конверсия и система. Вот статистика, это когда вы не рассчитываете на каждого первого, понимаете, что мотивы могут быть разные, что не все люди придут строить бизнес, это нормально. Мы открыты для всех, но вы, как наставник, должны это понимать. И поэтому статистика, это когда много-много, ну как бы делается встречи, и какая-то часть людей приходит в бизнес. А конверсия, это когда и среди них выделяются люди, которые начинают делать то же самое. То есть это когда вы начинаете, когда ваше позиционирование и то, что вы предлагаете, оно очень высокое. То есть из 10 человек, например, 5 или 8 вам говорят «да», потому что слышат аргументы и слышат логику в вашем предложении, слышат выгоду для себя. Вот этот человек начинает тоже действовать, у него формируется тоже группа, его 750 человек, потому что здесь появляются, например, те же 15, и у вас здесь 750. То есть суммарно у вас весь объем по группе прошел полторы тысячи. То есть самое правильное, когда полторы тысячи проходят тогда, когда у вас появляется ключевой человек, который начинает делать действия. И вы выходите на полторы тысячи баллов группой, и вам компания дает на группу 12%. Слышите, это групповой бонус, он дается на группу. Таким образом, если говорить о группе, сейчас я это все нарисую, то есть он и должен перераспределяться внутри группы. Вот ваша ширина, которая вам обеспечивает бонус наставника, и которая дает вашу личную, что ли, группу, да? Вот ваш ключевой человек, который создал свою группу, это его группа уже. И вот на всю группу передается 12%. Так вот, когда он выходит на квалификацию С1, а вы выходите на квалификацию, это называется С2, или наставник второй ступени, вот, С2, то у вас выплачивается таким образом, то есть на группу дается 12%. Значит, со всей вашей группы вам платят 12%, с его группы вам платят разницу между 12% и 6%, потому что он вышел на 6% сам. Он уже сделал тот объем работы, который нужен, он вышел на 6% сам, соответственно, вам со всего его оборота заплатят еще 6%. Вот так вот сработает групповой бонус. Дальше мы идем, 2500 баллов добавляют, это 18%. Запомните, групповой бонус, это бонус группы, то есть на всю группу выделяется 6%, 12%, 18% или 24%. Вы становитесь наставником третьей ступени. Как вы туда вышли? Когда у вас появился еще один ключевой человек, который начал делать свой бизнес, или у вас появились общие групповые, общие, вернее, обороты по боку, то есть ваша группа развелась, вы продолжаете работать там на ширину, или у вас у людей появились какие-то люди, но суммарно прошел товарооборот 2500. Я показываю именно так, чтобы вы поняли, как работает групповой бонус, потому что может так быть, что 2500 у вас просто вашей собственной группой без наставников первой ступени случилось. Вы хорошо регистрируете людей в ширину, у вас хорошее наполнение товарооборотом идет, и у вас произошло, например, 2500 только вашей группой без наставников первой ступени. Тогда вы со всей группы получите там свои проценты. Но в основном и должно это делаться с помощью ключевых людей. Вот, получается S1, вторая группа, которая тоже вышла на 750 баллов, которая тоже вышла на 6%. И что здесь получается? Получается, что вы уже наставник третьей ступени, и на группу выделяется 18%. То есть вы уже вот здесь получаете не 12, а 18%. Вот с этой группы вы получаете не 6, а 12%. То есть разницу 18 и 6. С этой группы вы тоже получаете свои 12%. То есть чем больше у вас… Вот групповой бонус – это бонус развития. Чем больше у вас отрыв, скажем, по квалификации, чем быстрее вы идете и показываете пример своей группы, тем больше у вас процент выплат по этой части. Но когда этот человек идет так же быстро, как вы, это тоже очень хорошо, потому что он быстро становится лидером, я покажу вам вторую часть. То есть нам важно и быть впереди своей команды, с одной стороны. А с другой стороны, нам очень важно, чтобы появились такие же люди, которые идут так же, как вы. И тогда вы уже будете переходить с ними в другую часть лидерскую, о которой я тоже вам расскажу. И дальше идет квалификация лидер. Квалификация лидер. Так вот она, это 4000 баллов. Значит, квалификация лидер или 4000 баллов дает 24% на группу. Обычно это происходит, когда у вас выявляются 4 ключевых человека, которые тоже делают бизнес. То есть они тоже включаются в бизнес, они тоже проводят 30 встреч. Они тоже становятся, растут в квалификации, становятся наставником первой ступени, первой или второй, или третьей. Ну, даже если они стали просто наставником первой ступени, и ваша группа по ширине тоже дает 750 баллов, вот это и есть квалификация лидер. Квалификация лидер, лидер уже вышел на 24%, то есть на всю группу выделяется 24%, и уже тогда, если здесь квалификация S1, то вы получаете с этого оборота 18%, 18%, с этого оборота 18%, с этого оборота 18%, и со всей остальной группы неквалифицированных партнеров 24%. Значит, чем интересна эта часть? Еще раз, эта часть удивительно сочетает в себе стабильную часть, состоящую из бонуса наставника, причем с весомым процентом и с весомыми выплатами для неквалифицированных людей, которые еще никакой группы не создали. Эта часть позволяет таким людям просчитать свой доход за неделю, за две, за три, и от количества встреч появляется определенная по статистике количество людей в первом поколении, они делают товарооборот, вы зарабатываете с этого товарооборота, с каждого активного партнера по 700 рублей еженедельно. Плюс вычленяются ключевые люди, которые делают те же действия, формируя второе, третье, четвертое, пятое поколения, формируя группы, из групп вам уже платят от 6 до 24% в зависимости от вашего ранга. И вот эта часть через нее проходят все люди. То есть чек здесь, чеки здесь достаточно хорошие, чеки это доходы, кто-то их называет зарплата, но это не зарплата. Создание товарооборота это в любом случае понятие бизнеса, когда вы создаете товарооборот при хорошей ширине, то есть вот здесь, какие чеки бывают? Они бывают очень разные, это зависит от первого поколения. Но максимально при таком-то раскладе они достигают 12,5 тысяч, когда у вас хорошая ширина из 15 человек. Вот здесь уже тоже можете просчитать, каждый новый ранг добавляет, например, от 14 до 17 тысяч. Хотя 17 тысяч это не предел. Вот здесь предел максимальная выплата. Если весь товар проходит по ширине, она может достигать 30-35 тысяч. Здесь то же самое. Он может быть, чек там 17 тысяч, а он и также может быть до 40 тысяч, если все 2,5 тысячи у вас проходят по ширине. Понимаете? Потому что включается не только групповой бонус, но и бонус наставника с этого же объема. И 4 тысячи баллов тоже очень разный чек. Он может быть там и 25 тысяч, потому что у вас всего 2 человека. Он может быть 80 тысяч, если этот объем проходит у вас по ширине. То есть ширина здесь очень важна для того, чтобы отобрать ключевых людей, для того, чтобы у вас была хорошая поддержка начального чека, дохода. И для того, чтобы запустить правильную стратегию дальше. Потому что если люди, например, понимают, что в сетевом бизнесе очень важны команды и очень важны люди, которые ищут ключевых людей, а не останавливаются только на потребителях, то есть работают на ширину, вот тогда запускается весь процесс. И это первая часть маркетинга. То есть первая часть, она идет до лидера. Значит, во всем маркетинге она у вас будет присутствовать. Вы будете всегда в чеке видеть часть выплат вот по этой части. У вас всегда будет присутствовать бонус наставника. И если говорить до лидера, то основные деньги где-то сначала процентов 80 у вас будет бонус наставника и 20% групповой бонус. Потом у вас будет 50% чека бонус наставника и 50% групповой бонус. Потом будет, когда группа будет расти, ширина расти. Ну, у вас будет так, что групповой бонус может быть чуть больше бонуса наставника. Это до ранга лидера. Значит, это первая часть. Вторая часть, она лидерская. Она лидерская, и она платит за уже лидерские группы. То есть когда под вами вырастает лидер. То есть это человек, который имеет в групповом объеме 4000 баллов или больше, он в квалификации лидер. То есть по первой части, как вы видите, вот по этой части он уже сам забирает свои групповые бонусы 24%. И поэтому по этой части вы переходите во вторую часть выплат. Она называется лидерская часть. Лидерская часть платится с групп лидеров при условии, что у вас помимо лидерской части есть еще боковой объем. Вот для чего вначале надо закладывать ширину. Первое, для того, чтобы там вычленялись ключевые люди. Второе, чтобы остальные подрастали. И таким образом у вас всегда будет очень хороший бонус. Это называется боковой объем. Боковой объем – это объем всех партнеров, которые еще не достигли ранга лидера. Все, что у вас происходит сбоку от лидерской ветки, это и квалификации С1, С2, С3. Это просто партнеры, это все продавцы. Это ваш личный объем. Это все считается боковым объемом. И вот как только под вами вырастает человек в квалификации лидер, вы начинаете получать по двум частям маркетинг-плана. Первая часть, то есть при условии, что у вас есть боковой объем, вы становитесь лидером первой ступени. И вам маркетинг позволяет прохватить до лидерского объема второго поколения. Сейчас я постараюсь объяснить, что такое первое поколение лидеров, что такое второе поколение лидеров. Но пока давайте посмотрим, как работает маркетинг. Итак, по лидерской части компания смотрит весь объем лидера первого уровня. Он может находиться в пяти, в шести, в двадцати поколениях. Она его считает вот так, суммирует, например, там пять тысяч, да. И с этих всех пяти тысяч заплатит по лидерской части. Лидерская часть с первого поколения 8%. Также она заплатит бонус наставника. То есть бонус наставника никуда не уходит. Групповой бонус здесь, групповой бонус лидер сам получает. Но вы с его объема сверху группового бонуса получаете 8%. А для вас групповой бонус продолжает работать на вашем боковом объеме. То есть бокового объема со всего вы получаете бонус наставника, вы получаете групповой бонус 24%, потому что лидер первой ступени, это лидер, он на свои 24% вышел. И сбоку со всего объема вы получаете с этой группы 24%. Вспомните, как они в группе перераспределяются. То есть если в этой группе есть S1, то вы получаете разницу, свои 18%. Если в этой группе есть S2, то вы получаете 12%. То есть если никого нет, а просто там продавцы, новички, там вот хорошая ширина у вас боковая, то вы получаете все 24%. То есть вот смотрите, как только вы перешли в лидерскую часть, здесь уже начало работать два бонуса. Два бонуса. Бонус лидерский с структур, где есть лидеры, и бонус групповой со всего остального объема, там, где нет лидеров. Значит, теперь посмотрим, что такое лидерская глубина, и как она, что такое первое поколение лидер, второго поколения, третьего поколения. Итак, пока под вами лидер, у которого всего, ну то есть под ним нет никакого лидера. Весь его объем состоит из объемов новичков, наставников первой ступени, второй и третьей. То есть это ваша группа лидерская. Как только под ним появляется человек, который уже сделал лидерскую группу, вот, он для него становится лидерской структурой первого поколения, а для вас он становится лидерской структурой второго поколения, при условии, что вот у этого человека есть тоже боковой объем. Боковой объем 2000 баллов. То есть у него есть тоже своя ширина, то есть он не сидит на одной структуре. Вот знаете, очень опасно всегда в сетевом бизнесе иметь одну-две структуры. Опасно, потому что вы зависите от этих структур, потому что развитие в геометрии идет очень слабое. Нам нужны геометрические прогрессии, соответственно, ширина должна быть у всех. Вот, и как только у вашего лидера появляется боковой объем 2000 баллов, и одна из структур становится тоже лидерская, вот, то он для вас становится лидером, лидерским поколением вторым. То есть это второе лидерское поколение, это первое лидерское поколение. Как здесь идет расчет? То есть вы как лидер первой ступени. Почему первой? Потому что у вас есть всего одна структура, в которой есть лидеры. Вы лидер первой ступени. Как идет расчет? Берется общий объем и делится вот у этого лидера. И делится на его боковой объем и на лидерский объем. Так вот, боковой объем этого лидера – это ваше первое лидерское поколение. А весь объем лидера, который под ним, – это ваше второе лидерское поколение. И получается, что по маркетингу с первого поколения вы получаете 6%, ой, 8%, со второго 6%. Вот, таким образом идет, в принципе, понимание, да, что такое поколение. Потому что у этого может тоже появиться лидер, тоже появится свой боковой объем, и он становится лидером третьего поколения, дальше четвертого, пятого, шестого. Так вот, потенциально компания может платить до девятого лидерского поколения. Посмотрите, все цифры в сайте, есть они. Вы увидите лидерская часть маркетинга, и там выложены все цифры, которые компания платит за первое, второе, третье, четвертое, пятое лидерское поколение. Одно, скажем так, но, надо знать условия. Так вот, лидер первой ступени – это человек, у которого одна лидерская структура. Одна лидерская структура и боковой объем – 2000 баллов. Как только под ним появляется вторая лидерская структура, и его боковой объем уже уменьшается до 1500 баллов, то он становится лидером второй ступени. Лидер второй ступени может прохватывать до третьего лидерского поколения. Точно так же считается. Боковой объем первого считается первым поколением, боковой объем второго считается вторым поколением, весь объем их, который не вошел в боковой объем – третьим. Вот, это лидер второй ступени, и при росте вашей квалификации, а это рост квалификации, то есть вы выросли, вы уже молодец, вы уже стали лидер второй ступени, потому что у вас две серьезные ветки, которые развиваются. Вам требуется боковой объем 1500, и вы начинаете прохватывать до третьего лидерского уровня. Если говорить номинально по уровням, вот так считать, первый, второй, третий, четвертый, то в лидерские уровни может схлапываться до 20 поколений, даже больше объемов. Вот этот лидерский уровень отличается от просто уровня. Поэтому, когда в маркетинге выплаты идут просто с уровня, вы должны понимать, в одном уровне это всего, например, личный объем ваших людей первого уровня, а в лидерском уровне это объем всей группы, которая находится в большом количестве поколений. Вот, ну и дальше что происходит? Когда у вас появляется третья лидерская группа по ширине, вам достаточно боковой объем 1000 баллов, и вы начинаете прохватывать до четвертого лидерского уровня точно таким же макаром. То есть точно по такому же правилу компьютер смотрит боковой объем, квалификацию данного человека, боковой объем относит к одному поколению, весь общий объем лидеров ко второму поколению, и вот так все выплачивается. И то есть, чтобы прохватывать глубже, вам нужно идти по квалификации. Как правило, у лидеров третьего поколения нет объемов глубже, например, чем 4-5 лидерских групп. Но бывает так, что под вами появляется очень такой серьезный человек, который выходит сразу на квалификацию выше вас, так может быть, на порядок выше, на 2, на 3, на 4 квалификации. Вы все равно с его объемов 1, 2, 3, 4 лидерского уровня прохватываете. И дальше идет еще один лидер у вас. То есть у вас появляются 4 лидерские поколения, 4 лидерские ветки. То есть 1, 2, 3, 4 по горизонтали. По горизонтали 4 лидерские ветки. Это квалификация мастер. Это квалификация мастер. Давайте я вам еще раз ее нарисую, чтобы было понятно. То есть для чего закладывать ширину? Я думаю, что вы уже поняли, чтобы в этой ширине вычленялись ключевые люди, которые тоже идут на серьезные квалификации. Квалификация мастер – это квалификация, которая уже, когда у человека уже есть 4 структуры, также боковой объем из тех людей, которые сюда пришли просто потреблять, либо они подрастают, не все же быстро вырастают, кто-то вырастает помедленнее, кто-то вообще кому-то просто достаточен доход до 20-30 тысяч, и он этот объем дохода держит. Кто-то просто продает товар, и это все боковой объем. Так вот, у мастера боковой объем 1000 баллов и 4 лидерские ветки. Причем лидерские ветки могут быть по квалификации разные. Это могут быть просто лидер, это может быть лидер первой ступени, это может быть квалификация мастер под ним, это может быть квалификация даже грандмастер. Но он при таком раскладе мастер мастер и товарооборот мастера минимальный 17 тысяч 17 тысяч баллов как понимаете максимального оборота мастера никто не написал он может быть очень разный он может быть и 100 тысяч и 200 тысяч единиц то есть когда у человека 4 ветки одна из них там лидерская вторая тоже лидерская третья мастерская и одна из них например еще выше вот и мастер это человек который начинает прохватывать до 5 лидерского уровня все обороты по всем структурам это очень глубокая ширина то есть про почти прохватывает весь объем которые есть в его структуре причем еще раз повторюсь квалификации в разных структурах могут быть разные могут быть структуры которые обгоняют по квалификации и но мастер все равно до 5 лидерского уровня этого человека будет зарабатывать деньги поэтому нам важно чтобы в наших структурах были очень разные люди потому что люди в принципе приходят сюда за своими мотивами и кто-то кому-то правда достаточно там 30 тысяч рублей это нормально эти люди как правило они будут очень долго вашем боковом объеме кто-то будет просто продавать и это будут объемы там 500 600 700 тысяч и есть все продавцы которые продают и по три по четыре тысячи потому что товар еще такой вот но кто-то будет кто-то будет подключаться и будет очень быстро развиваться как вы и также придут люди которые начнут развиваться быстрее чем вы тоже они попадают в общую систему им нужно еще все вчера они готовы пахать и они вырастают в очень больших мастеров гранд мастеров для вас являясь стимулом с какой-то стороны да а вы для них принципе вам очень это ну вы должны вы их будете поддерживать потому что это ключевые люди по маркетингу вы с них с ним получаете и он еще раз подстегивает на то чтобы ну доделать эту квалификацию самостоятельно и итак мастер это человек который еще раз скажу получает уже до 5 лидерского уровня мастер это человек который уже может заявиться в компании на автобонус автобонус это когда дают машину в кредит слышите слова это вот потому что многие называют подарком этот это подарок потому что сверх вашего чека компания вам еще платит там порой 50 60 тысяч для того чтобы вы покрыли до этот кредит то есть условия это договор между компанией вами звучит он таким образом ты держишь мастера мы оплачиваем тебе 20 процентов первоначального взноса мерседеса класса c ты берешь его как кредит причем компания договорилась да с мерседес банком соответственно там очень щадящие проценты и она как бы является гарант гарантом поэтому ну поэтому кредит обеспечивают практически всем и она говорит ты держишь квалификацию мастера мы тебе каждый месяц платим деньги да платим за то чтобы ты закрывал этот кредит три года проходит кредит закрыт все в принципе машина и так на тебе машина сразу на тебя записывается то есть если ты развиваешься держишь квалификацию идешь вперед то в принципе для тебя это становится правда но это есть подарок потому что это дополнительные деньги виде машины в твою жизнь вот и дальше квалификация растет и меняется с ростом квалификации в лидерской части растет что прохват глубины и класс машины потому что вот есть мастер это это четыре лидерские ветки и 17 тысяч баллов есть мастер первой ступени первой ступени это тоже квалификация как бы не ниже мастера но при этом одна из этих веток то есть четыре лидерские ветки но одна из этих веток лидер третьей ступени то есть вот это еще условия то есть из этих четырех лидерских веток одна из них лидер третьей ступени и товарооборот 30 тысяч баллов и вы понимаете что мастер первой ступени прохватывает уже шесть лидерских уровней мастер второй ступени это тоже не менее четырех лидерских веток но при этом две ветки в квалификации l3 из этих веток структур да и товарооборот 60000 то есть мастер второй ступени прохватывает до седьмого лидерского уровня и он уже может претендовать на класс машины классе то есть если мастер это класс c то классе ты уже такой высокий представительский класс и отличие в цене миллион вот дальше мастер третьей ступени это когда четыре лидерские ветки тоже не менее но из них три уже квалификации l3 товарооборот 90 тысяч и мастер третьей ступени прохватывает до восьмого лидерского уровня то есть очень большую квалификацию и дальше идет такое понятие джем гранд мастер гранд мастер вы же видите вот как логично простроена подрастают сначала одна ветка l3 то есть это структура в которой есть уже три лидера потом две таких структуры становятся где есть три лидера потом три таких структуры у которых есть три лидера а потом эти структуры идут на мастеров и гранд мастер это это ранг в котором три мастерских ветки уже три мастерских и плюс 1 лидерская то есть всего 4 ветки, но 3 из них, которые готовились стать мастером, стали мастером и одна лидерская ветка. И товарооборот 150 тысяч, 150 тысяч единиц. Как вы понимаете, что здесь тоже добавляется, скажем, возможность взять машину уже, класс GLE. Это тоже отличие где-то полтора миллиона от класса Е. Даже не в этом дело, это уже очень стабильная квалификация, которая прохватывает до 9-го лидерского уровня. Это квалификация, в которой много мастеров, мастеров первой, второй, третьей ступени. То есть это квалификация, которая дает чек от 500 и до миллиона, в зависимости от оборота. То есть это уже топ-лидеры, которые, это очень уважаемые люди в компании, как в принципе с ранга мастера, это люди, которых президент уже знает лично всех. Это люди, которые уже являются топ-лидерами, да, компании. То есть они обучаются, есть у нас такое обучение Max Masters. И это очень важно, важное обучение, это поддержка этого звена с пониманием потенциала этих людей. Этих людей, они сделали мастеров в разные сроки, по разным техникам. Кто-то работает в интернете, кто-то работает на земле. Я лично большой процент своего бизнеса сделала на земле, поэтому я убеждена, что как бы сегодня там веяния интернета не было, такой основополагающий бизнес можно и нужно делать в оффлайне тоже. Вот. И грандмастер — это квалификация, которая уже стремится к следующей лидерской квалификации, о которой я сейчас вам расскажу. Это очень значимые люди. Среди грандмастеров — совет президента компании. То есть это люди, которые принимают, скажем так, участие в стратегических каких-то моментах, которые необходимы внутри компании. Так, если подытожить лидерскую часть, то она выглядит вот таким вот образом. Вот такая вот, скажем, прямая лидер первой ступени, второй ступени, третьей, дальше идет квалификация мастер, мастер первой ступени, второй ступени, третьей ступени и грандмастер. И прохват глубины идет вот таким вот образом. Прохват глубины, лидер первой ступени 2 поколения, лидер второй ступени 3, лидер третьей ступени 4 лидерских поколения, 5, 6, 7, 8 и грандмастер 9 лидерских поколений в глубину. Также отличается, что на моменте мастера компания дает, автопрограмму запускает Mercedes класса C, на M2 Mercedes класса E, на GM GLE. То есть вот этим в принципе отличаются ранги. Если вы вспомните, о чем я говорила, лидер первой ступени это человек, у которого минимум одна лидерская ветка, лидер второй ступени это минимум 2 уже лидерских ветки, 3 это 3, мастер это 4. То есть это не означает, что у вас должно быть только 4 на мастере. Я вообще рекомендую, чтобы было 5, 6, 10, чтобы вот этот вот ранг, он был очень хорошо перестрахован, чтобы вы не зависели от настроения людей, чтобы ваш ранг держался. То есть чем шире и больше количество лидеров под вами, тем стабильнее ранг, тем больше в нем потенциала и тем быстрее продвижение идет на следующую ступень. Вот. Это первая, скажем, это вторая часть лидерская. Напоминаю, что со всего бокового объема, а у каждого человека есть боковой объем помимо лидерских веток, мы продолжаем получать по этой части. Также бонус наставника платится на всех рангах, он вообще не изменен. Вот. Это вторая часть маркетинг-плана лидерская. Давайте я уберу, просто напишу до 9 лидерского уровня. То есть это очень большой прохват глубины, соответственно объемов. То есть вторая часть, это до лидерская часть для лидеров от L до GM, от L1 до GM, платится до 9 лидерского уровня. Уровня плюс автобонус. Автобонус. Вот. Ну, из боковых объемов, повторюсь, еще получаются вот эти вот проценты. И следующая часть, тоже очень важная, друзья. Это не тоже очень важно. Это то, в принципе, куда можно стремиться идти, там, где самые большие чеки, там, где обязательно присутствие сильных людей в команде, которые туда тоже идут. Это люди, которые нацелены на GM или выше. Она у нас называется Pool или GM Grandmaster Pool. Давайте так напишем. Pool. Pool – это распределение валового товарооборота. То есть когда человек сюда доходит, он начинает уже участвовать в распределении того товарооборота, который не является, вообще не относится к его структуре никак. От всего товарооборота компании. И он может быть от 1 до 6%. Вот, согласитесь, даже 1% валового товарооборота – это очень немало. А когда их там 2, 3, 4, 6, это становится очень весомым, серьезным доходом для предпринимателей крупного звена. Что такое, чем они отличаются? Значит, первое условие, есть такая квалификация Grandmaster первой ступени. Первой ступени или одного бриллианта, как его еще называют. Значит, его картина выглядит таким образом. У тебя должен обязательно проявиться хоть один Grandmaster. То есть хоть одна структура, в которой есть уже GM. А помните, GM – это товарооборот 150 тысяч, и у него есть 3 мастерские структуры. У тебя есть в структуре во второй ветке не менее М2. М2 – это товарооборот 60 тысяч, и у него должно быть не менее 2L3. Ну, короче говоря, у тебя должна быть квалификация мастер второй ступени. Дальше у тебя должна быть в третьей ветке не менее мастера, и в четвертой ветке может быть квалификация лидер. Вот, ну, боковой объем я, естественно, оставляю, потому что, как правило, у Grandmaster первой ступени боковой объем очень широкий. Как и у Grandmaster, и у мастеров у них широкий объем, боковой объем. То есть это не тысяча, это будет и 5, и 10, и 20 тысяч. Потому что эти люди, правда, работают на построение структуры, на ширину. Вот, и квалификации, и товарооборот не менее 300 тысяч. 300 тысяч. Вот когда ты в месяце показал вот такой расклад, то есть у тебя есть сильные структуры, да, 3. Одна из них Grandmaster, другая М2, третья Мастер, четвертая квалификация L, то тебе компания уже платит 1% от товарооборота. Как это считается? Например, в компании в этом месяце 10 GM, 10 Grandmaster пулов, вернее, 10 пулов. Вот. А товарооборот компании составил там, ну, например, там 10 миллионов единиц. Так вот, 1% от 10 миллионов единиц, как вы понимаете, это 100 тысяч, 100 тысяч уе. Вот 100 тысяч уе разделят на количество пулов в этом месяце. И к чеку, ко всему основному чеку начислят уже вот этот вот твой процент. Причем, смотрите, чем больше у вас мастеров, тем ваша доля выше, потому что есть еще такое понятие «доля», и она зависит от количества мастерских структур. Вот. Точно так же 2%, то есть как только под вами появляется GM во второй структуре и товарооборот 500 тысяч, не 300, а 500 тысяч, то вы становитесь уже грандмастером второй ступени. Вам распределяют первый процент среди всех GM-1, а второй процент распределяют среди всех, кто вышел на квалификацию GM-2. Вот. На GM-2 меньше, как правило, людей, соответственно, и доля процента выше. И сумму вот этих чеков к чеку начисляют. Вот так распределяются все проценты. Поэтому GM-1 – это человек, который участвует в распределении 1% среди всех GM-1 и выше. GM-1 – 1%, GM-2 – 2%. Вот. GM-3 – 3%, GM-5. Теперь смотрите дальше, внимание, уже условия больше. Вот здесь, если идет прибавление по одному человеку, то GM-5 – это уже на 2 GM больше, чем у этих людей, на 2 GM. То есть, соответственно, здесь будет еще меньше людей. Ну, вернее, будут те, кто, правда, пашет и доходит до этого уровня. Потому что вы должны понять, что порой кажется, да, что вот там ты туда дошел, GM-2, GM-1. Но эти люди в процессе бизнеса 100% времени. То есть они, правда, этого заслужили. И у любого человека есть возможность это заслужить. Сделать GM-1, отработать качественно, системно, зайти на этот пьедестал и участвовать в распределении. GM-5 участвует в распределении 4%. Дальше GM-7 – еще 1% добавляется, то есть уже 5%. И GM-10, есть такая у нас квалификация, которая была введена на второй годовщине. GM-10 участвует в распределении еще 1%. Плюс 1, то есть суммарно 6%. 6%. То есть 6% часть из них он делит с этими рангами, часть он забирает сам себе. Понятно, что здесь очень большие деньги, они зависят от товароборота, от количества пулов в данный момент. Но в любом случае это очень хорошая прибавка. Порой это составляет 50% от чека, порой она достигает 100% от чека. И придет время, когда она будет давать там 200-300% от чека. Вот сюда поэтому и стремятся все люди, которые хотят большой бизнес. И я вам сразу скажу, что в Greenway все зарабатывают деньги. Просто есть люди, которые заточены на небольшой бизнес, вот просто в голове. Они хотят 20-50 тысяч, они здесь зарабатывают, это нормально. То есть они и сами не планировали большого бизнеса. Есть люди, которые хотят, скажем, заточены в голове и по ресурсам, и по готовности действовать на средний бизнес. И они выходят на 100-200 тысяч, там 300 тысяч, вот, потому что они к нему идут и они делают такой объем. А есть люди, которые рассматривают для себя только большой бизнес. И они, конечно, Greenway рассматривают с точки зрения глобального международного бизнеса. И для них вот эта вот часть есть. Поэтому компания устроена так, что есть для всех людей место реализации. Вот это очень важно понимать. Что объединяет еще, что здесь еще как инструмент есть в маркетинге. То есть вот это вот три основные части. Причем GM, там, пул, он тоже будет получать, он тоже будет получать весь лидер, всю лидерскую часть. Он также будет получать с бокового объема групповой бонус. Он также будет получать бонус наставника. Это безусловно. Просто весомая часть чека у пулов, она, конечно, в лидерском бонусе и в пуле. Потому что уже, ну, как бы, как сказать, переходит туда весь объем выплат. Что еще важно, я вот здесь сотру, что можно использовать и в начальной части, и в принципе, как инструмент для развития бизнеса. Есть еще два таких вида бонуса. Это бонус личных продаж. Это когда человек говорит, я не хочу строить структуру, я хочу работать с товаром. К тому же, смотрите, стратегия сегодня компании, это очень классная такая стратегия, побороться по цене и качеству не только с сетевыми компаниями, а еще и с ритейл, с розничной сетью. И это очень непросто, сохранив всю маргинальную прибыль партнеров, дать товар по высочайшему качеству с небольшой ценой, которая конкурирует с ритейлом. На мой взгляд, это новое прямо такое позиционирование, и оно дорождается еще в голове, но я сейчас уже вам говорю. Соответственно, потребителей здесь будет очень много, людей, которые свой приоритет сделают в пользу Greenway, не только потому, что качественный интересный продукт, потому что он здесь интереснее по цене в ритейле. И бонус личных продаж, соответственно, на таком продукте очень легко работать, потому что еще и маргинальная прибыль партнера сохранена, то есть очко, вот этот балл, он сохранен. Это очень важный момент. Итак, бонус личных продаж. Компания говорит, если ты делаешь больше 50 баллов, то тебя уже рассматривают как продавца из каждого последующего балла. Сделано 51. Вот этот балл уже оплачивается для продавца, то есть на свой личный контракт. Сделал плюс 50, либо плюс 150, либо плюс 450. Все, вот со всего с этого объема, сверх 50, тебе тоже вернут 40% по курсу 35. То есть это вернется на твой внутренний счет в виде денег кэшем как бонус личных продаж. Потому что понятно, что человек хорошо работает с товаром. Значит, дальше, но это еще не все, потому что продавец еще имеет и денежный бонус, вот это вот деньгами, а вот еще есть такое понятие подарочный бонус. Подарочный бонус. То есть когда продавцу говорят, ты можешь выбрать еще и товар бесплатно. То есть когда, а для продавца и деньги, и товар это все деньги, потому что товарные бонусы в розничной сети, да, и вообще в продажной сети, это эквивалент денег. И когда человек делает от 100 до 200, до 199 баллов личного объема, то еще 10% товарного бонуса. 10% товарного бонуса плюс 40% от объема сверх 50. От 200 баллов до 499, 20% товарного бонуса и 500 баллов и выше со всего объема 40% товарного бонуса. Вот это тоже очень важный момент, то есть пятисотник, у нас есть такое понятие. Сейчас я уберу вот это все и вам просто расчет дам. Пятисотник это человек, который делает товарооборот на 500 баллов личным объемом. И он зарабатывает с 450 баллов, он зарабатывает 40% по курсу 35. Это 6300. Также ему насчитают с 500 баллов 40% только товарного бонуса, но курс товарного бонуса выше 38,5. И если в рубли перевести со всех 500 баллов, то это 7700. Пятисотник это товарооборот, ну в среднем где-то 38500-40 тысяч. Так вот, сделав такой товарооборот, 14 тысяч человек возвращает себе часть в виде денег, часть в виде товара. И это минимальное, скажем, то, что он себе возвращает, потому что также он будет участвовать и в групповом бонусе. Если он, например, сделает личным объемом 750 или личным объемом 1500, тогда добавляется еще групповой бонус от 6 до 12% или до 24%. Поэтому продавцы здесь достаточно серьезные деньги зарабатывают. Там от 500 это 36%, если вы посчитаете, а все, что выше, доходит порой до 50% возврата с оборота. Поэтому у нас очень много людей, профессионально работающих с товаром. И это тоже очень хорошо. Есть еще один очень важный бонус, а я сейчас просто это все структурирую, чтобы вы поняли все, что я вам сейчас сказала. Это тревел-бонус. Тревел-бонус тоже в нем участвуют все. Тревел-бонус это бонус, который платится, когда вы делаете больше, чем в норме. Вот в норме лидер имеет 4000 баллов. А если твой оборот просто лидера не 3000, а 6000, два месяца подряд ты держишь, то с каждого месяца, через два месяца, компания тебе заплатит по 200 уе, то есть по 7000 за каждый месяц. 200 уе на 35, 15 тысяч рублей тебе упадет на тревел-кошелек. На следующий месяц ты опять повторяешь группой 6000 баллов, еще 7700. И если ты не пропускаешь, то каждый месяц тебе 7700. Если ты пропустил и тебе надо опять вернуться, тебе опять два месяца подряд надо повторить. Это до квалификации лидер. Лидер. Если ты уже лидер первой ступени и выше, то у тебя такие же условия работают только на боковой объем. То есть под тобой есть лидер, и у тебя есть боковой объем. Так вот по маркетинг-плану тебе достаточно 2000. Но чтобы ты зарабатывал тревел-бонус, то тебе говорит компания, сделай еще две. То есть 4000 будешь держать бокового объема два месяца подряд, получишь на тревел-кошелек. Тревел-кошелек – это кошелек, куда суммируются все выплаты, вернее, вот эти деньги – это целевые деньги. Мы несколько раз в году с компанией ездим отдыхать, ездим обучаться. Это Max Masters два раза в год, отдых гранд-мастеров два раза в год. И эти деньги ты можешь либо оплачивать свою путевку, либо если она у тебя бесплатная, ты выполнила условия, то ты можешь взять с собой своего родственника, сына, маму, хоть кого, оплачивая из этого кошелька. Вот так выглядят эти два бонуса. То есть бонус личных продаж стимулирует объемы продавцов. Тревел-бонус стимулирует, опять же, развитие ширины. То есть чем больше у тебя ширина, тем, во-первых, еще раз вспомните, тем больше потенциальных ключевых людей, тем больше чек на первоначальном этапе. Еще и это добавляет тревел-бонус в тревел-кошелек. То есть вы при правильной стратегии развития получаете все, что заложено в маркетинг-плане. Итак, если подытожить наш маркетинг-план, то он, в принципе, выглядит очень просто. Он выглядит очень просто. То есть первое, запомните, это бонус наставника, который получают все с первого поколения 40% с баллов. Второе, групповой бонус, который платится с групп от 6 до 24%, его получают все и до лидера, и на лидерской части с боковых объемов. Третье, лидерская часть, лидерская часть, лидерская часть, она до 9 лидерского уровня в глубину платится. Это очень большой прохват, согласитесь, с лидерских групп, а не просто с поколений. Четвертое, автобонус, автобонус. Пятое, это пул, это распределение от 1 до 6% баллового товарооборота. И шестое, это для всех тоже, это как инструмент, это бонус личных продаж, который состоит из денежного бонуса и подарочного бонуса. И седьмое, это тревел-бонус, тревел-бонус путешественника. Тревел-бонус. То есть вот это все, все виды выплат, которые есть в маркетинге. И благодаря очень слаженной работе вот этих видов выплат, благодаря тому, что поддерживается начальное звено, очень глубокий прохват лидерского звена, очень большая тяговая сила топовского звена, поддержка продавцов, поддержка ширины, финансовая поддержка. Плюс есть еще сегодня промоушен, это промоушен, его нет в маркетинге, но это промоушен быстрого старта. То есть поощрение, премия, когда ты делаешь лидера или мастера, лидера за три месяца, а мастера за шесть месяцев, то там еще и премия от 1 000 УЕ до 3 000 УЕ в открытых странах и 6 000 УЕ в новых странах, которые только-только запускаются в этом году. То есть эта премия, ее нет в маркетинге, но она на весь год, и каждый из нас пользуется. Значит, какие еще есть нюансы в самом маркетинге? То есть существует такое понятие компрессия. Вот я прямо сейчас очень вам вообще дотошно рассказываю о маркетинге, думаю, чтобы вы разобрались. Что такое компрессия? Компрессия – это когда, например, вы делаете 50 баллов, под вами человек не делает 50 баллов, но у него есть человек, который сделал 50 баллов. Под этим опять не делает 10 баллов, под этим 50 баллов. То есть вы помните, что условия получения чека – это 50 баллов. Как это все компрессируется? Система смотрит и смотрит и видит первоактивного партнера, дальше смотрит. Это неактивный контракт, и на этот месяц этот человек подтягивается к вам в первое поколение, и вы получаете бонус наставника. Здесь как происходит? Этот человек сделал активность? Сделал. Но он неактивный партнер, то есть он не выполнил 50 единиц. Поэтому вы получаете с него бонус наставника. Этот человек тоже к вам в этом месяце, только в этом месяце, подтягивается для выплат бонуса наставника. То есть вы тоже получаете бонус наставника. На следующий месяц человек сделал 50 единиц, он сам будет получать. Если не сделал, вы получаете. То есть бонус наставника компрессируется, структура дышит. Это компрессия по, скажем, по первой части. По второй части компрессия как происходит? Если, например, под вами лидер, под ним есть лидер, у вас есть боковой объем 1500 баллов, а вам для условия получения чека нужно, чтобы было 2000. У этого боковой объем 700 баллов, а у этого лидер, квалификация лидер. Так вот, система смотрит, идет снизу и видит, этот человек не квалифицирован. То есть у него нет бокового объема. Он не является лидером первой ступени. Но этот боковой объем не пропадает, он плюсуется вам. И у вас боковой объем 2200. При этом этот человек со своего бокового объема получит деньги, но засчитается боковой объем вам для квалификации, и вы станете лидером первой ступени. То есть это очень честные механизмы компрессии, которые поддерживают всех людей, которые в процессе. И вы должны понимать, что здесь нет ни одного объема, с которого бы не было по каким-то причинам не выплачено, не доплачено. Компрессия все баллы поджимает к активным партнерам. Боковые объемы все рассчитываются и доквалифицируют людей, чтобы они прохватывали все по маркетингу. То есть это уникальный, очень честный, сбалансированный маркетинг. При правильной продуктовой стратегии, в которой есть наличие вирусного товара, плюс вся потребительская корзина, которая ориентирована сегодня побороться с ритейлом, при сохранении маргинальной прибыли партнерам. Это гениально, понимаете? То есть это гениальная стратегия продуктовая, которая работала, работает. Ну она сама работает. Вот немножко голову приложить, немножко усилий приложить, немножко просто рот открыть, чуть больше уверенности и видения людям подать. И у каждого человека, неважно с какими навыками он пришел, главное, чтобы было желание приобретать эти навыки, он очень быстро запускается в развитие в компании. Потому что сегодня Greenway – это место, в котором люди, правда, зарабатывают деньги, чувствуют себя очень комфортно, очень надежно. И за этой компанией очень большое будущее, потому что у нас есть совместная цель создать международные рынки, создать лицо компаний на этих рынках, создать большое сообщество людей, которые зарабатывают достойные деньги, ездят на Мерседесах. И, конечно же, поддержать всех партнеров, которые приходят в бизнес за своими целями. Слышите? Я повторюсь, потому что каждый приходит за своими целями. Если ты пришел, чтобы у тебя был дополнительный доход 30 тысяч, пожалуйста, вся система для этого настроена. От продуктовой концепции до первой части маркетинга. Если хочешь 100-200 тысяч, есть вторая часть лидерская, которая быстро показывает и выводит тебя на ранг мастера, там мастера первой ступени. Если ты пришел за большими деньгами, безусловно, ты идешь к пулам, и ты уже, правда, по-серьезному работаешь в этой системе. Поэтому, друзья мои, я надеюсь, что вы с моей помощью, с помощью ваших наставников все-таки разобрались и разберетесь в маркетингах. Просчитайте дома, нарисуйте для себя, чтобы вы понимали, как работают эти части вместе. И задайте вопросы все, задайте вопросы под этим видео, задайте вопросы наставникам. Просчитайте, выведите цифру, спросите, правильно ли я считаю. Потому что маркетинг, основные навыки, которые ты должен знать, основные знания, это концепция компании, это маркетинг-план, и это отстройка продуктового наполнения, это то, что ты должен знать, придя в бизнес, сделав первый шаг в бизнес. Если ты начинаешь делать, не понимая маркетинга, не зная концепта и не понимая, чем отстраивается товарная корзина, ну, ты сильно снизишься конверсию, понимаешь, понимаете. Поэтому очень важный момент разобраться, просчитать, дать ответную реакцию наставнику и уже двигаться дальше. Подписывайтесь на видео, пишите внизу все ваши вопросы, ваши пожелания, какую бы тему бы вы хотели, чтобы подробнее было раскрыто. И до следующих встреч. Всем хорошего настроения в наш непростой, но очень захватывающий период жизни.